Мы уже приехали в старый город и сейчас на самом-самом старом кладбище. Здесь похоронены самые-самые знаменитые люди. Знаменитые люди, значит, разные певцы, композиторы. Кладбище как музей, действительно. Мы всегда делаем певцы, которые учебы, например, в Германов и Германии. Ничего не дали. А вот памятник украинскому поэту Ивану Франко. Здесь также похоронены и, кроме украинцев, поляки, много евреев. Вот памятник Ивану Франко. Вот здесь похоронена Соломея Крушельницкая. Это оперная певица. И вот такой памятник Арфей с арфой. Здесь очень тихо. И люди очень тихо разговаривают. А это уже какой-то польский. Польская семья здесь похоронена. Здесь похоронен Юзеф Стефанович. Говорят, что он, ну это правда, изготовил себе памятник. Он думал, что будет умирать. Изготовил себе вот этот памятник. А когда его сделали и привезли ему, и только вот через 20 лет он умер. И он сам... Он сам смотрел за этим памятником. Сам его чистил. Сам его охранял. Я так понял, что самые знаменитые, самые богатые люди похоронены вот ближе к дорожке. Ближе к дорожке, ближе к центральным проходам. А уже все остальные меньше знаменитые или меньше богатые уже в самом середине кладбища. Так, а здесь похоронен Владимир Ивасюк, который писал самые популярные песни для украинских певцов. И он также работал на начале карьеры с Софией Ротару. Вот такой вот у него памятник. Он стоит возле рояля. А вот целая гробница, где похоронена вся семья. Вот такая небольшая экскурсия. Эфи. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok